Слава Украине! Привет всем от Болгонского! Друзья мои, вот я сейчас нахожусь это буквально в двух шагах от Майдана Незалежности и здесь находится храм храм святого Михаила храм святого архистратига Михаила, это украинских новомучеников УКЦ, то есть это украинская греко-какталыцкая церковь ну и сюда надо сказать, что приходят абсолютно все конфессии и здесь, ну кроме конечно УПЦ, МП, им здесь им здесь не рады они никогда в жизни сюда не проявляли желания приходить здесь у нас такой, знаете, пантеон такой, как вам сказать мемориал погибших в 2014 году героев Украины, которые погибли на Майдане наши герои Майдана, да погибли в 13-14 году да, так вот когда они погибли, знаете, я сюда приходил очень много раз по различным поводам и тут вспоминали их и вспоминали этих людей вспоминали эту борьбу с этим режимом этого господи, прости Януковича, этого недоумоща и как мы его отсюда поперли, как он драпал и все это вспоминали здесь благодаря вот этим людям, которые здесь сегодня это не могила но это это место, где их вспоминают значит, их дух здесь так вот, благодаря этим людям мы имеем сегодня свободу и собственно говоря, вот эту свободу нам не может простить фашистская Россия это рабская Россия, которая является абсолютно рабской страной в тот момент в 14-м году, чуть позже мы думали, что это самые страшные жертвы которые могли быть люди отдали свою жизнь их было больше 100 человек и вот больше уже жертв не будет мы уже как-нибудь будем строить нашу Украину хуже, лучше ну, как умеем, так и делаем да, вот иногда не получалось иногда получалось но, видите, судьба рассудилась несколько рассудила, несколько по-другому и на нас напали путинские бандиты точнее ну, да, путинские бандиты в том числе и Путин и вот сегодня у нас эти жертвы увеличены не то, что многократно а я даже не знаю как это уже правильно выразиться потому что это уже и никто не знает сколько у нас людей погибло сегодня но это были первые получается 100 человек а потом уже сейчас мы увидим прекрасно, что у нас у нас, наверное, в день сейчас погибают больше вот так вот вот так вот это все из-за Путина, из-за России поэтому мы прекрасно понимаем что вот эти жертвы они были в конце концов не напрасны посмотрите, как как взбесилась вот эта отродья кремлевская вот эти вот кремлевские бандиты эти террористы как их взбесила наша свобода как их взбесила то, что Русь снова ушла из-под Орды потому что Русь это Украина да, тут все знают ни у кого никаких вопросов нет а вот Орда это Орда и даже вот сейчас на меня тоже братья казахи на меня сейчас будут какашками кидаться потому что скажут что ты вот этих вот болотных с Ордой не отождествляя Орда это мы тоже правда то есть это знаете нужно сказать так Русь ушла от отрыжки Орды потому что Россия это вот ее самое правильное название для этого государства было бы отрыжка Орды потому что это и не Орда и не Русь это чертишо короче говоря вот из-за этого чертишо из-за того что у них нет истории из-за того что у них нету вообще ни хрена да то есть все ложь все брехня все вранье все воровство это же страна вор которая ворует историю ворует чужое имя и так далее религию да все ворует одежду в конце концов да территории все врует вот и вот это ее и колбасит из-за этого комплекса неполноценности Россия у нас напала из-за своего комплекса неполноценности потому что они себя чувствуют просто-напросто по всей видимости ущербными рядом Украина свободная демократическая и вот они рабника знаете вот раб ведь он не ненавидит своего хозяина вот у них по его хозяина и они его зацелуют который вот этого которому он постоянно гадит чемоданчик да они его постоянно целуют то есть раб он не ненавидит хозяина он ненавидит человека который стал свободным и вот это вот наша самая страшная как говорится вина перед расистами что мы стали свободны что мы стали жить по-человечески а они остались жить в болоте на России там вот в этом господи я даже не знаю как ее правильно там назвать Московия Шмосковия Краина Моксель Тартария как их только они называли только не Россия Россию выдумали в 1721 году вот и вот они нам не смогли не смогли простить свою собственную ущербность в некотором роде и собственно говоря вот напали напали за то что Украина имеет историю за то что Украина это Русь а они они не пойми что понимаете вот поэтому еще раз говорю вот эти жертвы по идее должны были стать последними к сожалению они были только первыми вот так вот просто знаете еще один момент что очень везет тем странам и тем народам у кого нет шизанутого соседа что украина